В результате окончательного перехода Харькова под контроль советских войск по Южному и Центральному фронтам был нанесен мощный удар. Через образовавшиеся бреши действовали танки-неприятели, поставившие под угрозу нашу оборону. Началось всеобщее отступление. Русским удавалось взять в кольцо окружения целые дивизии. После того, как нашу часть снабдили новым оружием и боевыми машинами, нас часто использовали для отражения атак неприятеля, вклинившегося за линию обороны. Мы совершали подвиги, о которых затем сообщалось в сводках командования. Стоило только появиться бойцам Великой Германии, как противник бросался в бегство. По крайней мере, это следовало из официальных сводок. О том, что нам приходится не сладко, еще бы, мы в окружении, войска оставляют оружие и боеприпасы и бегут по болотам. Об этом, разумеется, ничего не сообщалось. Не говорили сводки и о том, как попал в плен целый взвод во главе с адъютантом. Его не успели освободить. Или о том, что мы совсем пали духом. Ведь нам предстояло провести на войне еще одну зиму. А значит, на покрытых льдом реках появятся новые мосты из трупов. Такой мне уже приходилось видеть на Днепре. Снова будут оставлены на произвол судьбы целые полки. Опять разворотят землю снаряды. А мы будем задыхаться от страха где-нибудь, скажем, под Черниговым. На руках снова появятся волдыри, а мы все смиримся с мыслью о неизбежной смерти. С тех пор прошло много лет. Генералы успели написать кучу мемуаров. В них они остановились на трагической судьбе немецких солдат. Им понадобилось всего несколько слов, чтобы сообщить, сколько человек замерзло или погибло от болезней. Но о том, что испытывают те, кто остается в живых, те, кто хоть и находится среди товарищей, но понимает, что никому нет дела до его страданий. Об этом они не написали ни строчки. Я, по крайней мере, ничего такого не читал. Ни разу не приходилось мне встречать упоминания о простом солдате. Том, на котором срывает зло начальник, которого готов разорвать на куски неприятель. Неприятеля хотя бы официально положено ненавидеть. Солдате, перед которым проходит бесконечная череда смертей. А затем, в момент победы, наступает самое главное разочарование. Солдат понимает, что даже она не вернет ему свободы. Остаются лишь преступления, совершенные на войне, и презрения за все содеянное в годы мира. «Только затем вы вступаете в бой», заметил как-то наш командир, капитан Весрии Дау. «Вы, озверев, отчаянно обороняетесь даже тогда, когда приказано наступать. Так не бойтесь ничего, ведь жизнь – это война. А война – это и есть жизнь. Свобода – сказка для простачков». В минуты уныния капитан Весрии Дау всегда приходил нам на выручку. Он никогда не кичил со своим званием. Напротив, всегда подчеркивал, что он один из нас. Капитан вместе с нами проводил часы в карауле, а порой заходил в землянку и заводил беседу. В такие минуты мы забывали о том, что происходит вокруг. И сейчас передо мною, будто наяву, встает его изможденное лицо. Вот он сидит среди солдат. Лампа бросает на его лицо неровные блики. Капитан любил повторять «Германия – великая страна, поэтому и проблемы перед нею стоят колоссальные. Чем мы хуже противника? Мы должны выполнять приказ, даже если не согласны с ним. Ведь за нами наша страна, наши товарищи, наши семьи. Против же нас половина мира. Да вы и сами понимаете. Я изъездил весь мир. Приходил сбывать даже в Южной Африке и Новой Зеландии. Воевал в Испании, потом в Польше, потом во Франции. Теперь вот воюю в России. Везде я видел одно и то же. Еще отец учил меня гибкости. И хотя на мою долю выпало много бед, я последовал его совету. Часто, вместо того, чтобы обнажить меч, я лишь улыбался и говорил себе, что виноват я сам. Впервые столкнувшись с войной, было это в Испании, я решил наложить на себя руки. Так мне стало тошно от того, что мы там творили. Но я видел, как вели себя испанцы. Ведь они тоже верили, что сражаются за правое дело и не стеснялись убивать. Я видел, как оправившись от страха, брались за оружие французы. Начинали воевать, хотя это и было бесполезно. А ведь мы готовы были протянуть им руку. Люди вообще не любят перемен. Они их боятся, ненавидят и будут сражаться за то, против чего протестовали. Лишь бы все осталось по-старому. Какой-нибудь философ, который всю жизнь провел за письменным столом, может повести за собой целое стадо. Стоит лишь провозгласить, что все люди равны. Дураку ясно, что между людьми различий больше, чем между петухом и теленком. Но попробуй это докажи. У каждого, видите ли, свои убеждения. Каждый готов сражаться за свободу. Они начинают угрожать нам и мирному существованию приходит конец. Так что лучше всего давать человеческому стаду хлеба и зрелищ. Люди ценят их гораздо больше, чем какую-то свободу. Как раз такое и происходит сейчас с нашим противником. Мы, немцы, не такие тюфяки, как они. Мы хоть можем взглянуть на себя со стороны. Конечно, мы далеки от совершенства. Но в нас нет зашоренности. Мы готовы экспериментировать. Мы выступаем за единство немецкой нации. Конечно, такую идею не просто принять. Но ведь большинство немцев поддерживает ее и готовы действовать сообща во имя великой цели. Вот тут-то начинается главный риск. Мы пытаемся разрушить старый мир и возродить прежние добродетели, которые оказались погребены под тяжелейшим слоем грехов, совершенных нашими предками. Дело это неблагодарное. Над нами все смеются. Если завтра мы проиграем, то на милосердие рассчитывать не приходится. Нас будут обвинять в том, что мы убийцы, как будто солдаты во все времена занимались не тем, что убивали. Идеалы, в которые мы верим, будут осмеяны. Не пощадят никого и ничего. Наши могилы уничтожат. Оставят памятники лишь тем, кто в глубине души был на стороне врага. Подумаешь, какое геройство. А подвиги, которые мы совершаем каждодневно, наши страхи и наши надежды, память живых и мертвых товарищей, все это будет предано забвению. И потомки никогда не узнают правды. Они будут думать, что мы болваны и пожертвовали жизнью ради глупейшей цели. У вас больше нет выхода. Пусть завтра победят враги. Пусть закончится война и наступит мирная жизнь. Но вам не будет покоя. Вам не простят, что вы остались в живых. На вас будут взирать с презрением. Или, в лучшем случае, так, будто вы ископаемый мамонт. Среди других вы всегда будете чувствовать себя чужим. Такой участи вы себе желаете. Пусть те, кому надоело воевать и кто остается в наших рядах лишь из страха, поговорят со мной. Я не пожалею времени, чтобы вас разубедить. Но еще раз говорю, те, кто хотят уйти, пусть уходят. Что толку от таких солдат? Поверьте, я прекрасно знаю, что вы испытываете. Мне, так же, как и вам, приходится выдерживать мороз, страх, приходится стрелять в противника. Ведь я офицер, а значит, от меня ожидают большего, чем от вас. Я не хочу умирать. Пусть даже мне всю оставшуюся жизнь придется провести на войне. Я хочу, чтобы моя рота мыслила и действовала, как один человек. Во время боя сомнений и пораженческих настроений я не потерплю. Ведь мы сражаемся не только за победу, но и за жизнь. Противник хочет стереть нас с лица земли, и ему плевать на наши идеалы. Вы не должны сомневаться во мне. Знаете, я не подставлю вас под пули. Я готов спалить 100 деревень, если это потребуется, чтобы накормить хоть одного солдата. Здесь, в дикой степи, мы по-настоящему ощутим свое единство. Все вокруг нас полно ненавистью. Нам остается только одно – противопоставить недисциплинированному врагу свою сплоченность и мужество. Каждый обязан мыслить и действовать, как все. Если нам это удастся, то даже умирая, мы останемся победителями. Беседы с капитаном Весридау глубоко запали нам в душу. Он говорил так искренне, что мог убедить любого. Как не похожи были его слова, исходившие от чистого сердца, на напыщенные речи о необходимости самопожертвования. Он не боялся вопросов и всегда находил ответ. Улучив свободную минутку, он приходил к нам. Мы его просто обожали. В его лице мы нашли настоящего командира и верного друга, на которого можно было положиться. Он был гроза врагу и отец солдатам. Во время боевых действий или передислокации его вездеход неизменно следовал впереди. Ветеран, неплохо разбиравшийся в людях, сразу же после боев под Белгородом, пока мы зализывали в тылу раны, обратил на него внимание. Видал капитана, сообщил он. Он, похоже, далеко не дурак. Перед тем, как в начале осени мы отошли за Днепр, нам пришлось выдержать еще два боя. Перед началом сражения многим пришлось получить новое оружие. Тем, кто приходил с пустыми руками, приходилось оправдываться. Линдбергу, Судецу и Гальцу повезло. Их официально признали ранеными и не потребовали явиться с оружием. Разумеется, и дураку было ясно, что во время отступления солдату не до оружия. Но предполагалось, что германские солдаты не должны расставаться с оружием. Обязаны так и умереть с винтовкой в руках. Правда, я, сам того не осознавая, тащил с собой винтовку, будто слепой палочку. Ветеран дотащил пулемет. Но каску я потерял. Лишился также спального мешка. Где-то на дороге остались и пулеметные ленты. Мы встретились с Ленсеном. Он остался в живых, но снаряжение потерял. При одной мысли о том, что подобная халатность может стоить ему звание, у него волосы вставали дыбом. Ветеран, также носивший звание обер-ефрейтора, в шутку сказал, в следующий раз придется тебе совершить подвиг, получишь повышение посмертно. Ленсен был вне себя, а мы хохотали вовсю. На столе вскоре появился самогон, обнаруженный в подвале брошенного дома. И наши мысли приняли иное направление. Именно благодаря Весридау нам пришлось избежать военного трибунала. Суда мы боялись не меньше, чем советских снарядов. Вот так, вдали от боевых позиций, мы провели три недели. Стояла великолепная погода. Я пользовался затишьем и только и делал, что писал Пауле. Правда, об ужасах белгородского сражения я так и не решился ей рассказать. Гальц познакомился с русской девушкой. Впрочем, оказалось, что не он один получает удовольствие от общения с нею. Как-то вечером, придя к ней, он наткнулся на нашего священника. Тот натерпелся под Белгородом не меньше нашего и теперь в качестве компенсации ударился в плотские прегрешения. До этого он вел себя образцово, а посему надеялся, что и нынешние грешки ему простятся. Теперь стоило ему открыть рот, чтобы пропеть псалом, как раздавался дружный смех. Он весь краснел и хохотал вместе с нами. Так все и шло. Но вот однажды, в конце сентября, грохот орудий, донесшись издалека, напомнил нам, что мы не развлекаться пришли в Россию. Оказалось, что русские прорвали линию фронта, который удалось восстановить немецким войскам к западу от Белгорода. Мы снова оказались в жерле вулкана. Наши генералы, считавшие, что войска должны если не перейти в атаку, то по крайней мере удержать фронт, с большим опозданием поняли, что истребление наших солдат лишь ненамного удерживает удары русской армии, которая вела наступление по всему центральному фронту. Теперь то, что нужно было сделать вместо нового похода на восток, кажется таким простым. Но в то время понадобилось много времени, прежде чем был отдан приказ отходить на западный берег Днепра. Линия Днепра означала, что Киев находится на центральном фронте, Черкасса на юге, а Чернигов к северу, на Десне. Расстояние составляло несколько сот километров. Нас непрерывно преследовал враг, который действовал все более подвижно и в любую минуту мог захватить наши позиции. Перед Белгородом еще что-то можно было предпринять. Теперь же положение изменилось. Нам пришлось бы заплатить огромную цену потом и кровью, вести арьергардные бои. Начатое с опозданием отступления стоило вермахту гораздо больше жизней, чем унесло наступление. Мы тысячами мерли в ту осень в украинской степи. А сколько героев погибло в боях, так и не получив признания. Даже упрямцы и те понимали, что неважно, сколько сот русских ты убьешь, с какой храбростью будешь сражаться. Ведь на следующий день появится еще столько же. А потом еще и еще даже слепой видел, что русскими движет отчаянный героизм. И даже гибель миллионов соотечественников их не остановит. Было понятно, что при таких обстоятельствах выигрывает тот, кто обладает численным превосходством. Вот почему мы отчаялись. И разве можно нас за это винить? Мы знали, что наверняка погибнем. Да, наша смерть позволит произвести переброску войск, послужит благой цели. Но мы не хотели умирать и принимались убивать всех без разбору, как бы в отместку за то, что ждало нас впереди. Умирая, мы понимали, что так и не смогли отомстить. А если выживали, то превращались в безумцев и не могли уже жить в мирное время. Мы пытались убежать от действительности, но четкие приказы были для нас словно уколы морфия. На Днепре, говорили нам, все будет проще. Иваны не прорвут оборону. Мужайтесь, сделайте все, чтобы задержать их, если хотите дождаться подкрепления. Как мы не паниковали и не отчаивались, приказ есть приказ. Неприятель был поражен, с каким мужеством сражались простые немецкие солдаты. Мы отходили к Днепру, каждый раз отступая на 100 метров, и задерживали врага как можно дольше. А вокруг гибли наши товарищи. Бои продолжались несколько дней по фронту на сотни километров. Тех же, кому удалось спастись и добраться до реки, встречала масса ожидающих переправы. У мостов, восстановленных нашими саперами, стояли целые армии. Солдаты пытались пересечь реку на любой посудине. Русские шли за нами по пятам, вели бои по всему периметру обороны, а он постоянно сокращался. Частично нас защищала авиация Люфтваффе, но вскоре и самолеты наши не устояли перед численным превосходством Мигов и Яков. Те, кому удалось избежать огня зениток противника, вступали в бои с вражескими истребителями, которых становилось все больше. Те, кто не смог переправиться через Днепр, вели бои. Шансы выжить у них были сток одному. Мы совершали героические подвиги, еще раз доказывавшие, на что способны германские солдаты. Погода стояла хорошая, и не один раз нам сопутствовала удача. Однако бывают победы, которые нельзя праздновать. Ведь нельзя же говорить о победе армии, борющейся за выживание. И все же это были победы. Правда, стоили они нам больше, чем бои, которые мы вели в качестве завоевателей. На берегах реки мы бились не за взятие города или района, а за то, чтобы избежать катастрофы. Это знал и чувствовал каждый. Были часы и дни, когда царило спокойствие. Но тревога и ожидания так давили на нас, что мы бросались в бой, лишь бы поразить красное чудовище, которое хотело поглотить нас. Нам удалось избежать полной катастрофы. Группа армий «Центр» совершила прорыв, а полкам, которые продолжали сражаться, было приказано отступать. Ночью мы уничтожили все, оставив лишь легкое вооружение. Тех, кто бился на берегу, должны были перевезти сюда, предоставленные для переброски остатков наших войск на запад. Субтитры создавал DimaTorzok